Грамотная, хорошо поставленная речь – непременный атрибут любого руководителя или человека, общающегося с широкой аудиторией. При этом важно не только быть отлично осведомленным относительно предмета общения и уметь донести до слушателей все основные мысли беседы, но и владеть навыками владения речевым аппаратом. И обладать сильным голосом, посылом, способным достичь самых отдаленных уголков большого зала. Энтон Пепеп – основные компоненты профессиональной дикции речевая грамотность. Хорошо развитый артикуляционный речевой аппарат. Он включает в себя подвижность мышц языка, губ, а также отсутствие челюстных зажимов. Отсутствие речевых дефектов, к которым относятся, заикание, ротоцизм, картавость и сигматизм, погрешности в произношении свистящих или шипящих звуков, правильно поставленное дыхание. Как фактор, влияющий на длительность произношения большого объема информации без вынужденных пауз, а также на силу голосового посыла. Упражнения для развития артикуляционного аппарата для достижения быстрого результата, такие занятия рекомендуется проводить ежедневно и как можно чаще, при наличии благоприятных условий. Наличие теплого помещения, отсутствие посторонних и несколько минут свободного времени. Упражнения дают больший эффект, если проводится комплексно. Хоботок. Вытягивайте губы трубочкой как можно сильнее. Вращайте хоботком поочередно по часовой стрелке и против нее. Повторите 10-12 раз. Улыбка. Растяните губы как можно шире, зафиксировав их в таком положении на несколько секунд. Расслабьте мышцы рта и повторите упражнение еще 8-10 раз. Чередование хоботка с улыбкой. При этом выдерживайте время, фиксируя губя в исходном и последующих положениях. Сделайте такое упражнение 6-8 раз. Перекресток. Приоткройте рот и широко улыбнитесь. Кончиком языка перекрестно касайтесь уголков рту и верхних и нижних передних зубов. Повторите 10-12 раз. Лопатка и укол. Озвучено Яндекс Спичкит. Приоткройте рот и широко улыбнувшись, положите язык на нижнюю губу, стараясь расслабить его как можно сильнее. Подержите язык в таком положении 5-6 секунд, после чего напрягите язык и совершите им несколько колющих движений. Сделайте 8-10 повторов. Исправление картавости вопреки общепринятому мнению, картавость в большинстве случаев достаточно легко исправима даже у взрослых людей. Чаще всего ее причина кроется в слаборазвитой подвижности языка. Поэтому сочетайте основные упражнения по исправлению ротоцизма с тренингами по развитию двигательной активности языка. Щелканье языком или цоканье. Вспомните пример из детства, когда мы подражали таким образом цоканью конских копыт. Повторяйте упражнения в разном темпе в течение 1-2 минут, следя за тем, чтобы кончик языка не заворачивался вниз. Автомобиль. Длительно произносите звук D, подложив под язык ручку от зубной щетки и создавая ею легкие вибрации, в результате которых звук станет произноситься как DR. По прошествии 1-2 недель попробуйте делать это упражнение без помощи постороннего предмета, и очень скоро DR станет звучать как четкая R. Длительность этого упражнения должна быть примерно около 1 минуты. Трактор. Этот на первый взгляд незатейливый тренинг на практике оказывается очень действенным. Произносите слово трактор, акцентируя внимание на звуке R в первом слоге этого слова. Повторяйте тренинг ежедневно при каждом удобном случае, и результат не заставит себя ждать. Исправление сигматизма для того, чтобы приучить язык находиться в переднем межзубном пространстве, начинайте тренинги с задувания свечи или дутья на срез листа бумаги. Старайтесь заводить при этом кончик языка за нижние резцы. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Вначале звук будет произноситься шепеляво, но когда ваш язык привыкнет верно направлять воздушную струю, постепенно начнут происходить изменения звука ближе к S. Произносите слоги, начинающиеся со звука S, последующей мягкой гласной, СЯ, СЮ, СИ, СЮ. Когда вы получите положительный эффект в произношении, переходите на слоги с твердой гласной, СА, СУ, СИ, СА, СЭ, закрепив верное звучание звука S, можно переходить к работе над звуками З. ИЦ по тому же принципу, что и с работой над С. Лечение заикания причиной спонтанного заикания обычно является страх перед общением, и как следствие, внутренняя фиксация на этом дефекте, еще более усугубляющее положение логопата человека, страдающего тем или иным дефектом речи. Если вы хотите решить эту проблему без помощи специалиста, попробуйте следующие методы – медитативное чтение. Включите расслабляющую музыку без голосового фона, создайте расслабляющую обстановку в помещении и не спеша читайте наизусть стихотворение, лучше всего написанное в форме гигзаметра. Проводите такие тренинги ежедневно по вечерам, когда вы свободны от дел и проблем. Уделяйте занятиям 15-20 минут ежедневно. Спустя 2-3 недели попробуйте читать текст без музыки в том же медленном темпе. Со временем ваша речь приобретет плавность и размеренность. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Отличное средство при избавлении от заикания – пение. Составьте для себя репертуар из напевных мелодий, предпочтительно фольклорных песен, и проводите песенные тренинги в свободное время. При общении научитесь находить паузы для того, чтобы собраться с мыслями. Четко сформулированная заранее мысль избавит вас от страха оказаться непонятым и позволит четко изложить свое мнение. Озвучено Яндекс Спичкит. Правильное владение дыханием и силой голоса для того, чтобы овладеть техникой голосового посыла, важно уметь пользоваться своим дыханием. Очень хорошие результаты дает специально разработанная методика А.Н. Стрельниковой, которую активно используют актеры, политики и другие люди, деятельность которых напрямую связана с публичным общением. Поскольку этот метод требует глубокого изучения, обратитесь непосредственно к авторской работе, которую вы легко найдете в интернете. Профессиональная четкая дикция – это достижимо, важно лишь верить в результат и стремиться к своей цели. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Продолжение следует...